Вы болеете гипертонической болезнью. Сколько лет вы страдаете гипертонией? Много лет. Более 10 лет, правильно понимаю? Более 10 лет. Выявлять болезни, лечить, а иногда и спасать. Стать врачом Светлана решила еще в детстве. После окончания медуниверситета попала в интернатуру. Прошла курс поликлинической терапии и поняла, это ее место. Поработав здесь и в интернатуре, я осознала, что мне это нравится. Это моя область, мне здесь комфортно. Я в ней хочу развиваться дальше. Ну, как говорят, призывание. Я приобрела определенный опыт работы по терапии. Все оценила. Мне эта специальность понравилась. И я решила вернуться сюда на работу. Врачом-терапевтом девушка работает уже 8 лет. Узнав о конкурсе «Лучший молодой врач» насчет кандидатуры у руководства поликлиники сомнений не было. Престиж участкового терапевта о том, насколько это важная и необходимая, а самое главное, безумно интересная работа. Вот именно с этой точки зрения мы Светлану Алексеевну выдвинули. И она полностью отвечает всем требованиям истинного участкового терапевта. Было немножко неожиданно, потому что первое место все-таки в крае. Ощущение непередаваемое. Для Маргариты профессия акушера-гинеколога – мечта детства. Поэтому после учебы в университете проблем с выбором направления не было. За 8 лет в больничных стенах, признается, стала только счастливей. «Я настолько люблю свою профессию, что я полностью отдаюсь этой профессии. Может быть, это и помогло мне победить. Я очень люблю, правда, свою профессию. Приходя на работу, я иду счастливой, ухожу с этой работы счастливой и получаю огромное количество эмоций и адреналин. Победить в конкурсе, признается Маргарита, ей помогла не только любовь к профессии и старания, но и помощь коллектива. В СССР это были отчеты, это та же самая съемка. Наверное, самая волнительная для меня была эта видеосъемка, так как я человек, который не столь публичный. А отчет о работе, в принципе, просто нужно было выразить то, что ты выполнил за время своей работы». Награждать лучших в своем деле по всем номинациям будут в январе следующего года. За первое место врачи получат 110 тысяч рублей, за второе – 77, третье – чуть больше 40. София Яценко, Дмитрий Денисов. День с толком.